На первый взгляд обычное поле, но на самом деле экспериментальная площадка под открытым небом. На пяти гектарах представлены самые яркие достижения кубанских селекционеров. Здесь выращивают 60 сортов пшеницы, ячменя и гороха, которые вывели в Национальном центре зерна имени Лукьяненко. Старший научный сотрудник Владимир Панченко 14 лет придумывает новые виды азимых и яровых. Вот это гордость ученых. Новый сорт пшеницы – граф. По урожайности ему нет равных. Он допущен в производство в 2018 году, имеет очень высокую процедуру продуктивности. В том году на наших посевах он дал 113 сантиметров зерна с гектара. Для сравнения лучшие сорта занимают в производстве уровень урожайности где-то 90-95 сантиметров зерна с гектара. В данном случае это пример именно прикладной науки. Практически все поля в Краснодарском крае засеяны кубанскими сортами пшеницы и ячменя. Последние новинки сельскохозяйственной моды сегодня показали губернатору. Вениамин Кондратьев посетил опытные поля национального центра зерна. За последние три года к использованию допущены 20 сортов пшеницы и третикали. Это гибрид ржи и пшеницы. Здесь по 120-140 зерен в колоске. В колосе, то есть. Вот смотрите, да? Огромное. Вот если посчитать, это здесь 30 с лишним колосков. Как можно подумать, что это создано вообще руками человека. Да, это мы, и мы счастливы. Это тоже здорово. Вот так вот, оказывается, что природа сегодня корректируется человеческим мозгом и человеческим трудом. Все представленные на опытных полях сорта пшеницы и ячменя специально адаптированы для местных условий. В первую очередь учитываются погодные факторы. Но губернатор обращает внимание не только на это. Подстраиваться нужно и под потребности рынка. Спрос на пшеницу твердых сортов очень высок на рынке. А насколько Кубань сегодня готова и насколько есть возможность у нас, в том числе и наших полей, эту пшеницу растить и на самом деле поставлять на рынок. На рынке это зерно востребовано, но его нет. Надо хозяйством края, чтобы перерабатывающие наши предприятия делали заказ на выращивание зерно твердой пшеницы. Если сегодня пшеница твердых сортов максимально востребована, давайте подумаем, может быть увеличить меры господдержки для того, чтобы твердые сорта все-таки максимально начали на Кубани появляться. И мы могли реально уже говорить о том, что они у нас есть в промышленных объемах. Благодаря исследованиям кубанских ученых урожай год из года бьет собственные рекорды. Как сохранить звание житницы России обсудили уже на Краевом совещании. Главы районов, агрономы и механизаторы решали, как сделать уборочную компанию максимально результативной. Комбайны выйдут в поля уже в конце недели. Работа закипит на 3,5 миллионах гектаров. Пока сельхозработники трудятся в полях, руководителям агропредприятий самое время провести работу над ошибками, учитывая научные знания, а именно ввести грамотный севооборот. Этого же требует краевое законодательство. Мера не прихоть властей, а реальный метод сохранить богатый урожай. Иначе можно и попросту лишиться гектаров кормильцев. Этот год показал разницу между теми хозяйствами, в которых правильный севооборот, который отвечает закону Краснодарского края, и там, где его не соблюдают. И мы видим, какая разница в пшенице. Там, где есть структура севооборота правильно, сегодня пшеница стоит даже с учетом ограниченного количества осадка, стоит в довольно-таки хорошем состоянии и перспективы на урожай высокий. А там, где нет, она уже практически стоит созревшая, так назовем, сгорела. И трещины в почве проходят до самого локтя. Поэтому здесь я хотел бы говорить не о том, что мы заставляем вас. Вот вам показали пример погодных условий. Но если показывают сегодняшний день, что гумус падает, что севооборот нарушается, а потому что, как следствие, естественно, дальше все, как по цепочке, сыпется вниз. Давайте изымать эту землю. Изымать. Давайте создавать прецеденты в рамках судебной уже практики. А что остается делать? Смотреть на это? Не надо и не будем, коллеги, кто не может пользоваться, передайте тому, кто может пользоваться землей. Но убивать землю не нужно. Поэтому я еще раз подчеркиваю, если сегодня, понятно, краевой закон есть, юридическое обоснование, почему мы действуем именно таким образом, если почвенное обследование, допустим, на 2015 год, 2016, или к текущему времени состояние почвы ухудшается, как вследствие нарушения севооборота, значит, прецеденты создаем, доходим до Верховного суда, а дальше пусть суд возьмет на себя ответственность перед последующими поколениями. Именно грамотное чередование посева позволяет избежать истощения грунта. Почва может даже не отдыхать, как было заведено раньше. Если мы безобразничаем, переходим на поверхностную обработку, не имеем всего оборота, у нас падает и количество урожая, и качество урожая, значит, мы имеем полную возможность стабилизировать через технологический процесс производства любой культуры. Естественно, хороших результатов в поле не добиться без экономической поддержки. И Кубанская казна ориентирована не только на аграрные успехи. На майской сессии в законодательном собрании региона было принято решение направить на молочное производство 100 миллионов рублей. 50 миллионов отправятся на поддержку начинающих сельхозкооперативов. В этом году, несмотря на все сложности, в принятом нами бюджете сохранились объемы господдержки отрасли. На реализацию программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия предусмотрено более 5 миллиардов рублей. Более того, бюджет постоянно корректируется. Помощь рублем очень кстати, ведь АПК – это ведущая отрасль экономики региона. В этом году Аграрев подшатнуло подорожание бензина. Как один из вариантов решения проблемы, перейти на газомоторное топливо, предлагает Вениамин Кондратьев. Сегодня стоимость одного литра природного газа намного ниже бензина, да и срок работы техники заметно увеличится. Такая заправочная станция сейчас работает только в Павловском районе. Чтобы собрать хорошее урожай, нужна планомерная поддержка Аграрев и согласованность работы всех структур власти, подытожил глава региона. Слаженность действий в данной ситуации выходит на первый план. И здесь, Андрей Николаевич, я вас просто прошу обеспечить слаженность действий между селянами и сегодня, в том числе, Министерством сельского хозяйства, главами муниципальных образований, чтобы было максимальное взаимодействие. Еще раз подчеркиваю, максимальное взаимодействие все 24 часа в сутки, пока не завершим уборку. Коллеги, я к вам обращаюсь. Тонкие участки вы обозначили перед оперативным штабом. Продумайте каждый день, каждый свой шаг, каждую свою возможность, где получится, где у вас вызывает тревогу, что что-то не получится, чтобы мы все вместе. Еще раз подчеркиваю, в рамках мощнейшего взаимодействия, слаженной работы не допустили никаких промашек. Также слаженно должна идти работа и в полях. Уборка озимых не должна занять больше двух недель, отмечают специалисты. В прошлом году кубанским аграриям удалось собрать почти 15 миллионов тонн земновых. А это около 10% всей пшеницы в России. В 2018-м, несмотря на капризы небесной канцелярии, сельхозработники готовы замахнуться на новые рекорды.